Постоянной кузни у Александра нет, однако есть передвижная. Ее кузнец развернул на своем участке специально для нашей съемочной группы. Кузнец состоит из трех элементов. Гарнила, собранная из кирпичей, наковальня, которую кузнец нарастил самостоятельно, и газовый баллон. Большинство инструментов тоже сделаны собственноручно. Ковал сам молоток, единственное, что я после ковки почистил, придал такую форму, но он, скажем так, немножечко дебалансированный в одну сторону. Это больше мне надо было для проварки, когда там вот маленькие какие-то изделия провариваешь. Там лучше, чтобы центр массы был смещен в одну сторону. Сковать Александр может практически что угодно. Но в основном это реконструкция инструментов, предмета быта и оружия прошлых лет. Есть даже пластины доспеха 14 века, которые были найдены в регионе. О сроках изготовления того или иного изделия говорить сложно. Что-то делается за два часа. Например, те же лезвия для плуга трактора. Можно просто отковать топор. Можно потратить на него два дня вместе с термообработкой. А можно потратить три дня. Взять этот топорик, потом еще день отслисарить, обработать. Можно потратить неделю сделать резьбу какую-то по топору. Что касается кузнечного фестиваля «Время Крыма», то к нему Александр специально не готовился. В течение месяца подобрал проект и сделал его. Задумка Александра – творческий взгляд на памятник три сестры. Украина идет свинком. Белоруссия у них больше к европейскому, к польскому. Вот этот кокошник такой плоский. У нас это традиционно кокошник, но больше идет как мультик. Видите, такой коронообразный. Кроме того, летом 2016 года бывшему главе Ингушетии подарили изящный клинок. Александр делал само железо без сборки. Александр состоит в гильдии кузнецов. Участвует в исторических фестивалях, возрождает интерес к кузнечному делу и знакомит с нюансами этой уникальной профессии. Игорь Умаров, Денис Пашков. События. Брянский район.